Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередной обзор ретро автомобиля. Это Москвич 401. Хозяева данного заведения разрешили, позволили мне отснять этот автомобиль, показать вам, как он сохранился. Заодно решил сделать рекламу. Очень классный ресторан, авторская кухня. Здесь, кстати, я еще не пробовал, но обязательно на днях заеду. И поехали, сделаем обзор вместе с вами. Вот такой у нас вот москвичонок 401. 1934 года. Это даже старее, чем тот. У него вообще все в оригинале, ребят, отсутствует запаска. А так бампера даже другие у него. У того москвича в моих видео уже никельные идут. Но он 1951 или 1954 года. А этот москвич вообще в шикарном состоянии. Смотрите, ребят. Типа до рестайлинга. Тот у меня был рестайлинговой моделью. Состояние шикардос. Двери открываются, закрываются. Мы сейчас осматривали, его дверь не закрыли. Смотрите. Здесь у него практически все родное. По сравнению с тем москвичом он сохранился получше. Ну, конечно, это все уже обшито, но обшито так под родное. Потолок тоже перетянутый. Ну, в общем, обновили его, а дизайн остался прежним. Вот так я скажу. Все работает, все открывается. Смотрите, какие у него щитки приборов. У нас пидометри 120. Коробка переключения на руле. Руль от Rolls-Royce. Rolls-Royce Bentley. Короче, вместе. Бардачок. Бардачок имеется. Ну, машину. И поворотники. Все. Чем меньше наворотов, тем меньше поломок. Принцип того времени. Стекла опускаются. Ну, вот это от москвича или от копейки. Это тоже от какой-то другой машины. Потому что такие детали найти сейчас в наше время, родные, очень сложно. Резина тоже новая, но подобрана так, как родная. Фары мененные, но стоят как родные оригинальные. Москвичонок 401. Кстати, я предложил продать эту машину. Хозяин категорически отказался. Говорит, нет. У нас целая коллекция таких автомобилей. И Волга есть 21. Смотрите, все в аккуратности. Все так сделано. Очень аккуратно.